Семен стоял на пороге своего дома в полном недоумении. Его меньше всего сейчас заботило то, что он слышал неприятные звуки, доносившиеся из его спальни. Жена явно была не одна. Но он сейчас думал только о Терии. Где она сейчас? Что с ней? У Семена в голове все как-то странно зашумело и поплыло. Он вошел в спальню и молча встал в дверях. Вот, значит, как. Это была единственная фраза Семена. Мужика он выкинул из квартиры так, что тот кубарем скатился с лестницы. С женой хотел поступить так же, но побрезговал. Зато все ее вещи с удовольствием вышвырнул из квартиры. Пошла вон, увижу, пожалеешь, на развод подам сам. Только это он и сумел выговорить на прощание. Пил он неделю, а потом понял, что сойдет с ума, потому что постоянно мерещилась Тера. Сейчас он думал только об одном, а может она жива. Только эта мысль и заставила его выйти из запоя. Он завел машину и ездил в том районе, где избавился от Теры. Опрашивал людей, но никто не видел похожую собаку. Как я мог? Почему я не выкинул эту гадину из своей жизни, как только она сказала о том, что от Теры надо избавиться? Как мне в голову пришло еще и хотеть от нее детей. Я из-за нее стал предателем. Он долго обдумывал эту мысль, а потом понял, что нет, не из-за нее. Всю жизнь, сколько он себя помнил, у него было две мечты. Он хотел крепкую дружную семью с кучей ребятишек и собаку. Собаки всегда были в жизни Семена, а вот с крепкой дружной семьей никак не получалось. Вот и сейчас его третий брак рассыпался, а в итоге у него теперь не было ни собаки, ни детей. Свою Теру он взял щенком, еще до того, как встретил Клару. Он сразу заметил, что женщина не любит Теру, а только терпит ее присутствие. Надо было еще тогда все оценить и понять, с кем он решил связать свою жизнь, но он был как в тумане, как будто его околдовали. Клара стала его шантажировать тем, что если в доме будет собака, то у них не будет никаких детей. Сейчас он понял, что она и не собиралась рожать. Он просто смотрел в пустоту, понимая, что теперь рядом нет его друга и он сам его сгубил. Если бы он только мог найти Теру, если бы она оказалась жива, он бы на коленях стоял перед своей собакой и вымаливал прощение. Но, видимо, уже поздно. Месяц назад Татьяна возвращалась после трудового дня из города в свою родную деревню. Шел проливной дождь, на выезде образовалась огромная пробка. Татьяна привычно уставилась в окно и вдруг заметила какое-то странное движение между машин. Красивая белая собака металась, совершенно потеряв ориентацию. «Бедная собака», — подумала девушка, — она точно попадет под машину или простудится. В какой-то момент пробка встала, собака поравнялась с ее машиной, и Татьяна внезапно для самой себя открыла пассажирскую дверь. Она тихонько позвала собаку. Через час Татьяна уже подъезжала к своему дому на окраине села со своим новым попутчиком. «Откуда же ты взялась на трассе, такая красавица?», — причитала девушка, наливая собаке тарелку наваристого куриного супа. «Как же тебя зовут и где твой хозяин? Ты потерялась или тебя выбросили?» У нее было столько вопросов и ни одного ответа. Собака посмотрела на девушку своими удивительно грустными глазами. «Ладно, начнем жизнь с чистого листа», — предложила Татьяна собаке, и та доверчиво лизнула девушку в нос. «Для начала надо придумать тебе имя. Мне, например, очень нравится Снежана, потому что ты белая, как снег зимой. Будешь, Снежка, нравится?» И собака еще раз лизнула свою новую подругу в нос. «Значит, нравится», — заключила Татьяна. «Я работаю в городе, поэтому рано утром уезжаю, а поздно вечером возвращаюсь. Так что придется тебе ждать меня каждый день с работы. Но я обещаю тебе привозить за это что-нибудь вкусненькое. А выходные мы обязательно будем проводить вместе. Будешь бегать вдоволь и наслаждаться жизнью». Согласна? И в знак согласия Снежка еще раз лизнула хозяйку в нос. Уже прошло три месяца с того момента, как Семен высадил Теру на трассе. На работе начальник смотрел на совершенно измученного мужчину, а выяснив, что тот застал жену с другим, сказал оформить ему месячный отпуск. «Поезжай куда-нибудь за город, побудь на свежем воздухе, вдохни чистоту и красоту природы. Вот тебе ключи от моей дачи. Ты только не вздумай глупости делать», — предупредил он. Начальник намекал на запой или суицид. «Да мне уж дальше глупить некуда, все, что мог, уже сделал», — безразлично кивнул Семен, взяв ключи. Татьяна проснулась рано утром. За окном начинался чудесный солнечный день. Такие дни в начале осени бывают часто. Небольшой туман еще покрывал поля. В ее планах было взять Снежку и отправиться в ближайший лес за грибами. Побродить не спеша, наслаждаясь природой. Ну а если повезет, то и грибов набрать. Они вышли за калитку и по пустынной дороге, идущей через весь поселок, направились в сторону леса. Вдруг Снежка остановилась, напряглась и стала вдыхать носом воздух. Девушка натянула поводок, но собака смотрела внимательно вдаль, где из тумана показалась фигура человека, медленно идущего навстречу. Собака, что есть силы, дернулась вперед. Татьяна от неожиданности выпустила поводок из рук, и Снежка понеслась навстречу незнакомцу. Девушка только видела, как человек опустился на колени перед собакой и обнял ее за шею. Вы что делаете? Только и смогла сказать девушка, приблизившись к этому странному мужчине. Семен покрепче прижал к себе свою любимую Теру. Грехи замаливаю. Может, так и выживу. По его лицу текли слезы. Он все рассказал Татьяне, и она тоже заплакала. После этой встречи Семен и Татьяна начали общаться, и вскоре у них появился ребенок. А главной нянькой стала их любимая Тера. Вот такая интересная история. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.